В Министерстве образования страны среагировали на откровение президента Медведева о бадминтоне. Едва сыграв с премьером и рассказав в сети о достоинствах этого увлечения, чиновники поняли, надо действовать. И ввели курс бадминтона со следующего года в школьный курс, говорят учителя в недоумении. Как отнестись к подобной инициативности, ясно. Вот Евгения Воскобойникова не удержалась от ироничного изложения темы. Жень. Да, спасибо, Леша. Ну, нездоровый интерес к этому, казалось бы, забытому виду спорта появился, естественно, после того, как президент Дмитрий Медведев разместил в своем видеоблоге ролик о пользе игры в бадминтон. Он оказался вступительной частью к фильму «Азбу Ковалана». Многие посчитали это еще одним подтверждением того, что у президента слишком много свободного времени, что он просто ждет мартовских выборов, чтобы передать бразды правления. Еще одним подтверждением этому стало недавнее появление у Медведева странички в Фейсбуке. Ну, а теперь вот бадминтон. По словам чиновников, бадминтон может оказаться в школьном расписании уже в 2012 году. Сейчас тестируется учебная программа, но преподаватели все-таки недоумевают, как же можно вводить этот вид спорта, если негде играть и попросту нет инвентаря. И иногда вообще в одном небольшом физкультурном зале сразу занимаются несколько классов. Бадминтон собираются ввести во всех российских школах. И если подсчитать, даже примерно во сколько обойдется эта покупка инвентаря, выходит очень кругленькая сумма. Школьников только в младших классах примерно 3 миллиона. Набор для игры в бадминтон стоит полторы тысячи рублей. Получается, что из бюджета придется выделить более 2 миллиардов рублей только на одни лишь ракетки. Но все равно бадминтон получается самым бюджетным, одним из самых бюджетных видов спорта. Куда сложнее было бы, если бы в школе захотели бы ввести, например, уроки по теннису или, ну, например, занятия на горных лыжах. Леша. Спасибо, Евгения Восковойникова. Спасибо.